Привет всем Браун Гардианам, с вами снова Трипл Вайп и я Джонни Лени. Вчера компания Bungie провела очередной стрим, где раскрыла подробности всех новых субклассов, а затем показала прохождение одного нового страйка на Дредноуте, механика прохождения которого претерпела много изменений в сравнении с теми страйками, что существует в игре на сегодняшний день. И сейчас мы вам расскажем обо всем поподробнее и по порядку. Первым делом нам рассказали о субклассах. Новый субкласс Титана получил название Sunbreaker, и мы немного пройдемся по перкам. Первая граната абсолютно такая же, как у Варлока, и огромное количество людей любит использовать именно ее. Новая граната называется Thermite, при взрыве она образует линию огня на земле. Ну и третья граната является базовой гранатой Хантера. Что касается прыжков, Титаны не получили Блинк, а все остальные перки остались теми же. Новый Супер получил название Hammer of Soul. Сами разработчики называют его симулятор Тора 2015. Во время его использования вы можете кидать огненный молот или драться им. Первый перк позволит кидать больше молотов и увеличить радиус их взрыва. Второй перк позволит вам во время использования Супера при нажатии клавиши R1 совершить рывок вперед, взрывая противников на своем пути и образуя цепную реакцию. Ну и третий перк поджигает все точки, куда попал ваш молот. Данные точки в игре называются санспотами. Что касается ударов рукой, теперь ваши удары поджигают врагов. Первый перк снижает защиту противника после удара, как для вас, так и для ваших союзников. Второй перк образует взрыв после удара рукой, а убийство создают санспоты. Ну и третий перк уменьшает время на восстановление рукопашной атаки, а убийство моментально ее откатывает. Перк Флеймсикер добавит самонаведение вашим молотом, что очень полезно в ПВП. Эксплоузив Пайр позволит убитым молотом врагам взрываться. Ну а Флитфайр даст вам бонус к ловкости и скорости перезарядки за каждого подожженного врага, но не больше трех за раз. Ну и последний столбец перков. Симмеринг Флеймс позволяет удвоить скорость восстановления гранаты и рукопашной атаки, когда шкала вашего супера заполнена. Катарайз восстанавливает здоровье за убийство врагов любой огненной способностью. А Файер Кипер дает вам дополнительный щит и увеличивает время на пользование вашим супером, когда вы стоите в санспоте. Новый сапкласс Хантера называется Найт Сталкер. Первая граната аналогично такой же у Титана. Вторая граната под названием Войд Волл, как следует из названия, образует горизонтальную стену из Войда. Ну и третья классическая Вортекс граната. Прыжки не изменились и представляют себе копию прыжков с Ганслингера. Новый супер получил название Шадоу Шот. Он позволяет использовать лук, выстрелы из которого образуют некий якорь и притягивают к нему ближайших врагов. Первый перк взрывает привязанных врагов, если они были убиты, а урон по одному из них делится на всех. Второй перк увеличивает радиус этого якоря, увеличивает время его действия и количество одновременно привязанных врагов. Третий же перк позволяет делать до трех выстрелов, но уменьшает радиус действия якоря. Рукопашная атака у нового супкласса была заменена еще одной гранатой. На этот раз она дымовая и напоминает ту самую дымовую завесу, которую кидает на игроков Визард. Она позволяет замедлить и дезориентировать врагов радиус ее действия. Первый перк добавляет в дым токсин, который будет наносить урон врагам внутри него. Второй перк дает невидимость всем союзникам, находящимся рядом с дымом. А третий перк позволяет прикреплять гранату к поверхностям и она будет активироваться только если рядом пройдет противник. Перк Carriage of the Pack дает вам и всем союзникам рядом увеличенное восстановление здоровья и брони при убийстве привязанных врагов. Light of the Pack выбивает арбы при убийстве привязанных врагов, а Lockdown удваивает время действия ваших обеих гранат. Shade Step добавляет возможность уклонения по двойному нажатию на кружок. Predator превращает якори от использования супера в ловушке, которые активируются только при нахождении рядом врагов. А King Scout увеличивает скорость бега в движении приседе, улучшает ваш радар и помечает врагов, в которых вы попали. Новый сап-класс Варлока называется Stormcaller. Первая граната аналогично такой же у Титана. Вторая граната Stormgranate абсолютно новая, она вызывает молнии в ту точку, куда она попала. Ну а третья аналогично такой же у Хантера. Прыжки не получили никаких изменений, а новый сап-класс не получил блинг в привычном нам виде, но вы сможете увидеть его немного дальше. Новый супер называется Stormtrends и позволяет убивать врагов молниями из ваших рук. Первый перк во время активации супера образует волну молний под вами, что будет очень полезно и в PvP и в PvE против группы мелких врагов, например. Второй перк удваивает возможности вашего супера, что имеется ввиду пока не совсем понятно. Ну и третий перк Блинк. Возможность использовать этот прием появится только при использовании супера. Рукопашная атака у Варлока снова с увеличенным радиусом поражения. Первый перк переносит молнии с врага, которого вы бьете, на рядом стоящих. Второй перк увеличивает дистанцию, на которой вы можете ударить врага. И третий перк заряжает ваш супер ударами по врагу. Перк Пульс Вейв дает увеличение скорости вам и вашим союзникам при сильных ранениях. Фидбэк полностью восстанавливает вашу атаку рукой при полученном уроне рукой. Трансценденс полностью восстанавливает жизнь при использовании супера, а также увеличивает время его использования при полностью заряженных гранате и рукопашной атаке. Перпетро Чардж восстанавливает гранату при убийстве рукой и наоборот. Арк Веб наносит урон врагам, близко находящимся к тому, кто получает урон от вашей гранаты. Электростатик Майнд позволяет быстрее откатить супер, когда рядом союзники, а во время использования супера враги, находящиеся рядом, получают урон. На этом мы узнали всю информацию по саб-классам. Более подробно получится ознакомиться только 15-го числа с выходом самого аддона. Дальше поговорим об артефактах, их нам показали впервые. У Титана вы можете увидеть осколок меча, который увеличивает показатели дисциплины и силы, и при этом дает шанс на появление арба при убийстве хайвов рукопашную. И здесь мы увидели возможность апгрейдить артефакт при нажатии на треугольник. Банжи никак это не прокомментировали, видимо это тоже придется выяснять уже после 15-го числа. Артефакт Хантера также увеличивает показатели дисциплины и силы, и имеет точно такой же перк, что и у Титана. Ну и Варлок получил артефакт с похожими статами и перком. На самом деле будет логично предположить, что мы увидим большое количество артефактов с абсолютно разными перками для разных ситуаций, а вчерашнее их представление было просто для галочки. Теперь перейдем непосредственно к самому страйку. Он проходит в Дредноуте, где два босса Кабала со своими отрядами напали на корабль Орикса, и мы можем воспользоваться данной суматохой и в хаосе уничтожить двух командиров. На каждом стриме Банжи обязательно найдется игрок, который не будет отличаться блестящим скиллом. В этот раз студия продолжила придерживаться своих традиций. Ну и сразу после этого мы можем увидеть первое небольшое столкновение с тейкинами. Один из разработчиков рассказал очень интересную вещь, касающуюся страйков. Теперь в определенных местах страйка каждый раз вы будете получать рандомных врагов, чтобы разнообразить данную активность. Вторая отличительная особенность второго года в Destiny заключается в том, что Банжи пообещали более щедро награждать игроков за прохождение активностей. Это будет заключаться в том, что с каждого босса будут падать определенные вещи, чтобы снизить количество рандома. Теперь это больше похоже на рейд. Также разработчик рассказал, что они попытались добавить боссам личности, интересные атаки, особенности поведения, и мы могли это увидеть в битве с двумя боссами. И наконец, нам показали пару секунд использования мяча. Игрок с мячом убил несколько мобов и после этого использовал его как щит с очень крутой анимацией. Жаль, что нам не показали его использование от первого лица, как хотелось бы, а только с камеры другого игрока. В этом плане Банжи продолжает дрожнить комьюнити. По ощущениям от стрима, Банжи пошли совершенно по новому пути, и страйк действительно окажется чем-то свежим и необычным. Битва с боссом происходит в основном на открытой местности, где нельзя просто спрятаться и стрелять из одной точки, как мы это делали раньше. Наконец, приходится использовать все свои возможности и лучшее оружие, чтобы достигнуть желаемого результата, и это очень радует. Ну а с вами был Джонни Лени с канала Triple Vibe. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Дальше будет больше интересных видео по нашей любимой игре. Ну, пока. Субтитры сделал DimaTorzok